Очень часто наши клиенты задают один и тот же вопрос. Зачем мне нужно делать опрессовку ГБЦ, если симптомов никаких не было? Бачок не дуло, белый дым не шел. Я вам скажу из практики, что нередки случаи, когда по результатам опрессовки выявлялись незначительные нарушения герметичности рубашки охлаждения. И не наблюдая откровенных симптомов, сказанных мою ранее, владелец авто, как правило, списывал эти незначительные потери жидкости, к примеру 100 мл, на несколько тысяч километров пробега, на утечку в соединениях на хомутах и естественного типа испарения. Придумал также другие объяснения. Не придав значения этому, он отказываясь от опрессовки, ставил отремонтированную непроверенную ГБЦ на блок, а через время проблема увеличиваясь, приводила к тому, что вновь нужно было снимать ГБЦ и вновь тратить немалые по нынешним временам деньги на ремонт и запчасти. Да еще такой клиент мне порой предъявлял претензию, что я не настоял на опрессовку. Неужели стоимость опрессовки настолько велика, на сегодняшний день это порядка 800 или 1000 рублей в зависимости от ГБЦ, что на опрессовке нужно экономить? Лично я свою работу уже очень давно без опрессовки ГБЦ не беру. Если вы решили сэкономить, то ищите другого мастера.